МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТВЕРЬ УНИВЕРСАЛ БАНК. Устойчивая. Динамичным. Это телеканал «ТВЕРЬ». Сегодня в студии над городом. Кирилл Амаев, здравствуйте. И так докатилось и до нас. Да так докатилось, что мы самой столице нос утерли. Депутаты Тверской городской думы дозаседались таки до распуска. Кстати, самого распуска пока не произошло. Запущен лишь механизм этой процедуры. Накануне на 67-м очередном заседании думы был рассмотрен вопрос о внесении изменений в устав города Твери. При формировании повестки дня заседание Советом думы было принято решение. В первую очередь обсудить вопросы жизнеобеспечения города и лишь затем приступить к обсуждению главного политического вопроса дня – вопроса об изменении устава. Однако фракция КПРФ предложила поменять порядок рассмотрения вопросов и начать с политики. Но большинство депутатов проголосовало против. Когда же депутаты дошли до рассмотрения этого вопроса, коммунисты отказались принимать участие в его обсуждении и голосовании. Таким образом, за принятие поправок в устав города, предусмотренных рядом федеральных законов, проголосовали только 20 депутатов, что недостаточно для изменения устава. Итогом таких действий коммунистов стало фактическое начало процедуры по распуску Тверской городской думы. У Тверской городской думы закончился иммунитет, и процедура распуска может быть инициирована в самое ближайшее время, согласно того порядка, который прописан в федеральном законодательстве. Больше возможностей у думы вернуться к этому вопросу уже не будет. Наверное, коллегам из фракции КПРФ ближе всего их политические принципы, которые на сегодняшний день никак не влияют на жизнь горожан. А жизнь горожан менее важна просто по одной простой причине, что они не хотят принимать те экономические решения, которые касаются жизни города. В частности, дума не будет участвовать определенное количество времени уже в обсуждении генерального плана. А мы генеральный план должны быть обязательно принять 1 января. В противном случае город не сможет участвовать в федеральных программах, согласно федерального законодательства. И когда новый состав думы будет избран, он снова с нуля начнет практически эту работу. Мы согласились с коллегами по городской думе о том, что всенародно избираем главу города и проводим выборы по смешанной системе. К сожалению, мои оппоненты не услышали, отклонили, не стали рассматривать данный проект решения, который, как напомню, уже принят в первом чтении. Тем самым поставили думу на грань распуска. Мы готовы были к такому решению, мы готовы к выборам, готовы продолжать работать. Ничего страшного не происходит, если комитет Сергея Михайловича Аксенова все-таки рассмотрит свой же проект решения, вынесет на седание думы, и мы его будем продолжать рассматривать. Все в руках депутатов, прямо скажем так. Я скажу свою точку зрения по поводу поправок в устав. Я, честно говоря, шел на заседание думы, у меня никаких иллюзий по поводу принятия поправок не было. До того времени, позавчера, было заседание законодательного собрания Тверской области, на котором было принято предложение о изменениях в избирательный кодекс Тверской области. Вот оно было принято. И, исходя из этого, ситуация с требованием коммунистов, она немножко изменилась. На вчерашний день никаких изменений по голосованию за поправки, в принципе, не было. Поправки не прошло, поправки не приняты, две трети мы не набрали. На произошедшее отреагировал и губернатор области. Я процитирую. То, что в очередной раз не были приняты поправки в устав Твери, внесение которых требует федеральное законодательство, думаю, ни для кого неожиданностью не стало. Фракция коммунистов покинула заседание, тем самым продемонстрировав свой уровень ответственности, а вернее безответственности перед избирателями. В то время, когда в городе множество нерешенных проблем депутаты от КПРФ продолжают заниматься игрой в политику. Конец цитаты. Тем временем не дремлют и коллеги из Государственной Думы. Вот-вот будут повышены штрафы до полутора миллиона рублей за нарушение правил проведения митингов. В этой связи наш корреспондент Дарья Никитина отправилась на городские улицы с тем, чтобы выслушать мнение горожан. Конечно, хорошо бы, чтобы был, конечно. Порядок везде должен быть, чтобы люди жили спокойно. Хорошо, нормально. На мой взгляд, конечно, с одной стороны может возникнуть вопль недовольства, ограничить наши права, но с другой стороны Россия не готова пока к таким преобразованиям. Поэтому, да, в принципе, я считаю, что закон достаточно обоснован. Ну, во-первых, цены нереальные. Кто будет платить такие штрафы? Это что, человек в долговую яму на всю жизнь? Ну, это специальный закон, все понятно, чтобы полностью прекратить активность. Людей. И их право на, как сказать, высказать свое мнение публичное. Участвуешь в митинге, тебя заметила милиция, может себя в машину посадить, увезти, посадить на 15 суток и дать очень большой штраф. Как к такому закону относитесь? Ну, вообще, я считаю, что неправильно. Зачем? Пусть люди высказывают свою позицию. Почему нет? А вот такое ощущение, что просто как будто мы этого всего испугались, сейчас начинаем давить на тех, кто может выступить и показать. Считаю, это зря, конечно, эта инициатива со стороны государства. Лучше бы, наоборот, как-то поддержали, задумались лишний раз о своих действиях каких-то. Вредный и ненужный закон, потому что люди в состоянии как бы сами решать, когда они хотят проводить какие мероприятия, и сами собираться. По такому принципу массовым мероприятием можно объявить и прогулку вместе с соседями по улице. Беспорядки у нас всегда присутствуют. Поэтому, может быть, это как-то ограничит именно тех людей, которые всегда слишком очень яро себя проявляют. Может быть так. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу закона, который сейчас государство хочет вести. То есть он ограничивает и увеличивает ответственность граждан за проведение различных мероприятий в плане митинга. То есть митинг какой-то проходит, тебя на митинге заметили, и, соответственно, тебе влепили штраф около миллиона рублей. Ну, не миллиона рублей, там до миллиона, в зависимости от того, какое ты правонарушение совершил. На самом деле все эти митинги, они ни к чему не приводят. Только вот такая разрозненность получается у людей. Потому что давайте лучше строить государство и строить, потому что вон сколько, целая Тверская область, сколько там земель. Пожалуйста, вместо митингов картошку сажать лучше. Еще из официальной хроники, вопросы летнего отдыха детей и ситуация с бешенством среди животных стали ключевыми на очередном заседании правительства Тверской области. Вопросы готовности загородных лагерей и безопасности детского отдыха были подняты губернатором на очередном заседании правительства. На организацию летней оздоровительной кампании в этом году было направлено около 500 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом. Впервые за долгие годы выделены существенные средства на приведение в порядок загородных лагерей. Обращаясь к муниципальным властям, Андрей Шевелев подчеркнул, что готовность всех лагерей должна быть на их особом контроле. Те же, кто затянул с процессом подготовки, в кратчайшие сроки должны устранить все нарушения. Задача номер один – не допустить никаких чрезвычайных происшествий с участием детей. Максимальное внимание – это и подбор кадров для лагерей, качество питания, медицинское обслуживание, охрана, соблюдение всех норм безопасности и контроль в постоянном системном режиме. Это наша общая ответственность глав муниципалитетов, правительства Тверской области и профильных министерств. И прошу тесно взаимодействовать друг с другом для максимально оперативного решения всех вопросов и проблем, касающихся отдыха и безопасности наших детей. Также со стороны губернатора прозвучала критика по поводу ситуации на Тверских дорогах. В Твери в очередной раз произошла серьезная авария с участием маршрутного такси. Андрей Шевелев поручил собрать внеочередное расширенное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Между тем, усиленной работой от муниципалитетов требует и ситуация с бездомными собаками. Не исключено, что многие поражены вирусом бешенства. У Главного управления Государственной инспекцией по ветеринарии уже готова ведомственная программа по обеспечению эпизоотического благополучия до 2016 года. Объем ее финансирования 30 миллионов рублей. Предполагается целый ряд шагов, в том числе создание пунктов регистрации животных, бригады по отлову агрессивных собак, когда есть подозрения на бешенство. Не затягивать. С согласованием, коллеги все, с согласованием этой программы. Нам нужен системный подход к решению этой проблемы. Давно назревшей проблемы. Ну и в продолжении темы. Лето это как раз то время, когда следует подумать о следующем, простите за тавтологию, отопительном сезоне. Такая подготовка в области уже началась, и речь об этом шла на селекторном совещании, которое с главами российских регионов провел министр регионального развития Олег Говорун. Как отметил министр регионального развития России Олег Говорун, в прошлом отопительном сезоне аварийных и чрезвычайных ситуаций было меньше, что говорит о более качественной подготовке субъектов и своевременном проведении ремонтных работ. Но результаты могли бы быть лучше, подчеркнул Говорун. Среди задач – как ремонт сетей и котельных в срок, так и создание запасов топлива. Многие котельные регионы постепенно переходят на альтернативные виды топлива, поэтому создание большого резерва мазута уже не требуется. Другой момент – это работа по ликвидации задолженности за энергоресурсы. Этот вопрос актуален и для нас. Здесь предпринимаются меры для разрешения сложившейся ситуации, отметил губернатор области Андрей Шевелев. На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры и теплоэнергетических комплексов из областного бюджета выделено 427 миллионов рублей. Финансирование осуществляется в рамках трех региональных программ. Для подготовки коммунальной инфраструктуры и теплоэнергетического комплекса будут привлечены также инвестиции. В рамках инвестиционной программы развития и реконструкции системы теплоснабжения в Твери на 2012-2015 годы в текущем году планируется выделение 214 миллионов рублей на проведение ремонтных работ. На эти средства будет отремонтировано более 110 центральных тепловых пунктов и заменено 10 километров сетей. В этом году будут продолжены и работы по обеспечению объектов ЖКХ резервными источниками электропитания. Особое внимание к предприятиям водоснабжения. Сейчас только 84% из них имеют подобные источники. В ближайших планах, подчеркнул губернатор области, довести эту цифру до 100%. А коллеги из пресс-службы администрации города сегодня распространили информацию о том, что кирпичная облицовка стены номер 27, что на ленинградской заставе, восстановлена. Напомню, в апреле одна из стен этого дома слегка обрушилась, но были приняты оперативные меры для восстановления и все расходы на себя взяла администрация Твери. Дом номер 27 по Петербургскому шоссе был построен в 1930 году. Капитально не ремонтировался ни разу. Администрация города поручила управляющей компании Заволжского района заключить договор с подрядчиком и провести необходимый ремонт до конца мая. Качественно довольно-таки, заштукатурили, утеплили все, заармировали сеткой металлической, подвязали ее к каркасу, облицовку, чтобы она не упала больше, окрасили. Хорошо сделали, молодцы. На восстановительные работы из городской казны было выделено около 150 тысяч рублей. Средства на ремонт дома предполагаются выделить по постановлению главы администрации 2251 по ликвидации аварийной ситуации. После представления документации управляющей компании вопрос этот будет рассмотрен на плановой бюджетной комиссии по выделению субсидий данной компании. В начале года жильцы этого шестиквартирного дома на общем собрании приняли решение повысить тариф по первой строке до 17,5 рублей экономически обоснованной суммы и вошли в федеральную программу по капитальному ремонту. Так что в этом году в доме заменят система электро, водоснабжение и водоотведение. Обновят фасад. И еще о строительстве. Большому завидову в Тверской области все-таки быть. Наш корреспондент Елена Глушкова съездила в Конаковский район и посмотрела на грандиозную стройку. Инвестиции в предприятия и заводы Тверского региона – дело для местного бизнеса прибыльное. Однако интересы местных жителей должны быть на первом месте. По этой причине в фаворе оказались социально инвестированные проекты. Результат уже ощутили ученики Макшинской средней школы и всего поселения в целом. В 2010-2011 году у нас посчастливилось войти в проект российско-голландский, который изучал «Энергоинфективность для общественных зданий Российской Федерации». И в результате этого проекта вы видите здание нашей школы. У нас был капитальный ремонт энергоснабжения, все системы энергоснабжения, заменены все лампы на энергосберегающие фирмы «Филипс», заменена большая часть оборудования на пищеблоке на более энергоемкое, капитальный ремонт всей системы теплоснабжения. В настоящее время эта котельная служит вместо старой, которая у нас работала очень долго, строилась в 60-е годы и была крайне неэффективна, принося бюджетам поселения большие убытки. В настоящее время эта котельная перекрывает все подребности поселка Макшино в тепле и в горячей воде. Мощность ее 6 мегаватт, встает 3 полностью автоматизированных котла по 2 мегаватта. Проблемы теплоснабжения для деревни Макшино уже решены. Теперь дело за местами в детских садах. Существующий садик может принять 69 детей. На очереди в Макшино и Завидове в общей сложности стоит еще 140 детей. Новый детский сад, на который на основе софинансирования выделено 77 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов, уже возводится по соседству с действующим и сможет принять 120 детей. Это 6 групп наполняемостью по 20 человек. Здание детского сада двухэтажное. На каждой группе будет размещаться по 3 группы. Согласно муниципального контракта, срок сдачи объекта в эксплуатацию рассчитан на конец декабря текущего года. В настоящий момент производится строительно-монтажная работа в соответствии с утвержденным графиком без отставания. В ближайшее время мы планируем приступить уже к отделочным работам и благоустройству территории. Такой способ взаимодействия власти и бизнеса стал оптимальной формой сотрудничества, при которой и волки сыты, и овцы целы. Можно, да, не сегодня, не завтра, заранее уже выстраивать систему, да, там на 10 лет вперед, привлекая и закрепляя здесь бизнес. Этот бизнес уже дает. Берем, вот просто поселение. Давайте вы достали доходную часть бюджета. Поселение. Вы знаете, что у нас есть поселение, которое 90% своего бюджета, да, это зарплата администрации. Почему мы пойдем с вами на укрупнение некоторых поселений? Здесь 90% доходной части – это вот именно инвестор, который реализует на данной территории бизнес-проект. Что дает сегодня бюджету, мы видели с вами, когда посетили и Дом культуры, когда мы посетили школу, это только привлеченные, вот мне голова не даст соврать, именно деньги инвестора. Но самым масштабным инвестиционным проектом, без сомнения, стал современный пятизвездочный гостиничный комплекс «Рэдисон Завидова», строительство которого идет полным ходом в одном из самых живописных мест Конаковского района. Мы действительно сделаем этот отель одним из лучших в России. Гостиничный бизнес в России развивается действительно быстро, но та область, та ниша, которая еще не получила развитие, это бизнес-отели в курортных зонах. Для хороших интернационных отелей, большие компании все еще не поверены, чтобы встать к главным городам, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. Но сейчас они имеют новую опцию, как рынок развивается. Большие гостиничные операторы, прежде всего, приходят в Москву, Петербург и другие крупные российские города, Екатеринбург, Казань. Но развитие в курортной зоне – это также потенциальная возможность. В перспективе на территории площадью более 1 тысячи гектаров раскинется целый комплекс, в который помимо туристической инфраструктуры и зоны отдыха пойдут и бизнес-центр, и соцобъекты, школы, детсады, больницы. Также идут переговоры с одним из федеральных университетов о строительстве целого университетского кампуса, общежития, учебный корпус. Гостиница, которую только что вы все видели здесь, это плюс 300 рабочих мест. Ну и, соответственно, если в целом так перечислять, то я думаю, что в ближайшее пятилетие мы порядка тысячи рабочих мест создадим. Между старой ленинградской дорогой и новой ленинградским шоссе, которое здесь будет построено, нами предполагается порядка 200 гектаров земли отдать на так называемый бизнес-парк. Мне кажется, что это будет точкой роста и привлечения рабочей силы как местного населения, так и в целом Тверской области. Столь грандиозные планы требуют не меньшего вложения средств. Конкретно этот проект – это порядка 100 миллионов долларов. Если говорить общее количество инвестиций, которые мы на эту территорию до настоящего момента уже сделали, это порядка 200 миллионов долларов. Ну а в целом, если смотреть на 10 лет, то это инвестиции и привлеченные средства, как кредитные, так и других соинвесторов, это мы рассчитываем порядка 1 миллиарда долларов. Тверская область не случайно стала местом концентрации такого объема капиталовложений. Удобное географическое положение относительно двух столиц и природные богатства манят тканей как туристов, так и крупных инвесторов. Немаловажно и то, что областные власти предлагают максимум усилий для того, чтобы создать инвесторам наиболее привлекательные условия. Все это сулит нашему региону немалые перспективы и существенное повышение качества жизни для населения Тверского края. И вновь слово Елене Глушковой. Не так давно в Твери заговорили о генеральном плане развития нашего города. Вернее, заговорили о том, что его нет и город от этого чрезвычайно страдает. Итак, о том, что же это такое генеральный план развития Твери. Самый первый генеральный план Твери когда-то стал образцом для многих русских городов второй половины 18 века. Все последующие проекты города такой идеальностью не грешили. На месте Кремля появился стадион «Химик», а симметрия застройки была нарушена установкой памятника Михаилу Тверскому. Новый генеральный план, на мой взгляд, он должен продолжить все-таки традиции того первого генерального плана, исторического. Потому что город так формировался столетиями. Ломать его надо в современное время. Все понятно, я даже не обсуждаю это. Но историческую часть мы должны с вами сохранить. Более того, коллеги, если обращаясь уже чисто к практическим делам, с 1 января мы не войдем ни в какие федеральные программы, потому что у нас с вами должен быть генеральный план. Все. Седьмой генеральный план уже прошел огонь, воду и медные трубы. То денег нет, то идеи команды проектировщиков не соответствуют видению городских властей, то реалиям застройки. Начали мы его разрабатывать аж в далеких 2004-2006 годах, имея совершенные копейки в бюджете на эту тему. И продолжилась она до 2009 года, а вот теперь уже 2012. Причин много. Первый из них это отсутствие достаточного финансирования. Вторая из причин, пожалуй, вот я честно скажу, на общественной палате, наверное, это можно. Я много думал, почему же генеральный план так долго и так много имел тормозов в согласующих инстанциях. Ну вот теперь мне стало понятно, придя вновь на это место и посмотрев на схему землепользования, я понял, если бы был генеральный план, то эти земли были бы за, так скажем, застрахованы. Вот их перепродаж. Сегодня мы их потеряли. Обновленный генплан подразумевает создание общественного центра в Заволжском районе, развитие стук городка на Соменке, восстановление набережных в Заволжье и Затверичье. В основу генерального плана ложится потапный вывод промпроизводств из центральной части города, формирование благоустройства рекреационных зон, то есть восстановление или благоустройство старых береговых полос, зеленых насаждений, парков, скверов, так и создание новых промежуточных моментов. Вы сами чувствуете, наверное, критики в нас адрес много насчет того, что сегодня очень много площадей зеленых насаждений, да, выбыло из нашего поля деятельности, получили места под застройку. Все это надо восстанавливать. Надо восстанавливать зеленый каркас города, выстраивать экологическую ситуацию в нужном направлении. Это задача генерального плана, и над ней сейчас активно проектировщики работают. Четкое зонирование территории. Важным вопросом остается распределение транспортных потоков, как внутри города, так и вне его. Иначе транспортного коллапса не избежать. Мы видим скоростную платную автомобильную дорогу, и на которой, в общем-то, ну, в том числе по обсуждению с нами предполагается размещение основных развязок на Имаусском направлении, в Каблуково, на Бежицком направлении и в районе Медного. Смысл этих развязок, почему именно здесь, состоит в том, чтобы защитить город от внешнего транзитного транспорта. Уточнее, я неправильно сказал, это не развязки, это платные съезды. То есть, идущий из иных близлежащих регионов транспорт не должен идти через город. Учитывая тот факт, что по новому генеральному плану город будет жить в ближайшие 20-30 лет, проектировщики стараются не упустить никаких возможных перспектив развития. В схеме территориального планирования и в планах РЖД стоит размещение железнодорожного вокзала между Старицким и Волоколамским шоссе, что кажется нам, в общем-то, недостаточно логичным, примыкающим на Старицком шоссе, непосредственно примыкающим к Мегалову. Почему? Нам никуда не деться от того, что есть тот факт, что авиаперевозки растут в России, растут в мире, будут расти и дальше. И то, что рано или поздно, видимо, дверь столкнется с проблемой возникновения аэропорта, видимо, нам от этой проблемы не уйти. Грандиозные планы встретили немало скепсиса со стороны депутатов Гурдумы. Не все уверены, что красивая бумажная картинка окажется жизнеспособной в применении к нашему городу. Да и финансовый вопрос никто не отменял. В любом случае, время для принятия решения пока еще есть. Главное, чтобы не получилось, как в плохом анекдоте, где ум помогает нам жить, но мешает работать. Дверь Универсал Банк. Устойчивое. Динамичном. Теперь к другим событиям. Первая музыкальная школа в этом году отмечает свое 80-летие. Анна Шевчук дождалась окончания музыкального учебного года и отправилась поздравить наставников юных дарований. Основателем школы и ее директором долгие годы был известный в Твери музыкант Николай Ишиев. В 1916 году он окончил краткосрочные курсы игры на великорусских инструментах. После этого преподавал в музыкальной школе теоретические дисциплины и вел занятия хора. Сегодня в школе учатся более 840 учащихся и работает 98 педагогов. Почти все преподаватели школы и ее бывшие выпускники. Родная школа, я ее очень люблю, я люблю коллектив. Я очень люблю, что память моего педагога, у которого я здесь училась, у Штоку Брониславу Яковлевну. Как-то мне здесь очень комфортно работать. У нас очень хороший коллектив, дружный, профессиональный. Наша школа, она старейшая. Она долгое время была вообще единственной в Твери. В школе 80 лет в этом году. И выпускники нашей школы работают в самых престижных вузах нашей страны. В Московской государственной консерватории, в Академии имени Гнесиных. Среди них и доценты, и лауреаты конкурсов тоже очень престижных. Наталья Сорокина – выпускница школы. Окончив институт имени Гнесиных, в 66-м году она вернулась в родные стены преподавателем. Больше всего, говорит она, горжусь успехами своих учеников. Нужно их ввести в мир музыки, поиграть им какой-то определенный детский репертуар, заинтересовать их, потом попробовать, конечно, чтобы они что-то сами подобрали на инструменте. Каким-то образом рассказывать им, ну, доступным языком, конечно, малышам рассказывать о музыкантах. А вот и одна из учениц Натальи Сорокиной – Алла Суворова. Как и большинство выпускников этой школы, своим творческим путем она выбрала преподавание музыки. Люблю очень детей, воспитываю их грамотными музыкантами, с которыми занимаюсь подбором по слуху, развитием музыкально-творческих способностей. И думаю, что учащимся моим очень пригодятся эти навыки в дальнейшей жизни, несмотря на то, что они даже не свяжут свою дальнейшую профессию с музыкой. Фортепиано, скрипка, виолончель, баян, гитара – игре на этих и не только инструментах обучается более 800 учеников. Но, пожалуй, главная гордость музыкальной школы – восьмиклассник Саша Кутузов. Несмотря на свой юный возраст, его имя хорошо известно в музыкальных кругах. Неоднократным лауреатом городских и областных конкурсов был обладателем гран-при международного конкурса имени Блютнера в Калининграде. Был лауреатом конкурса «Ступени к мастерству» в Санкт-Петербурге в прошлом году. Саша дважды обладатель золотой медали «Дельфийских игр». Во время школьных каникул педагогам отдыхать некогда, началась активная подготовительная работа. У нас сейчас началась обширная концертная деятельность, просветительская. То есть мы ходим не только по музыкальным школам, но и по школам в городе Твери, в общеобразовательном. Устраиваем там небольшие концерты с целью, чтобы подготовить нашу школу к новому приему. То есть рассказываем как педагогам школ, так и их родителям, родителям детей, что вот у нас есть такая школа, у нас есть такие направления. Показываем концерты, показываем свою работу. Много учеников приходят и в отделение народных инструментов. В итоге в школе появилось несколько народных ансамблей. Большое внимание мы уделяем ансамблевой игре на отделении. То есть это и ансамбль у нас есть дамристов, есть ансамбль балалайшников, вот гитаристов. И у нас есть оркестр, который называется «Дружба поколений». Играем различную очень интересную программу, разную по жанровым направлениям. Это джаз, это ретро, это оригинальная музыка, написанная для русских народных инструментов. Наши дети очень много выступают. Практически в городе нет ни одной площадки, на которой бы они не выступали. Они играют и поют и для ветеранов войны и труда, и для дошкольников, и для своих ровесников в школах общеобразовательных, в детских садах. К сожалению, говорит большинство педагогов музыкальной школы, с каждым годом интерес к живой музыке неуклонно гаснет. Везде электроника, везде компьютеры, любые флешки, маленькие магнитофончики, в ухо вставил, нажал на кнопочку, там синтезаторы всякого вида, даже инструменты фортепиано-электрические. Это, конечно, хорошо, что есть техника на таком высоком уровне, но все-таки преобладать она не должна. Музыка – это душа. Сейчас первая музыкальная школа располагается в двух собственных зданиях. Первая – на площади Славы, бывшее здание райкома. А вот и главный концертный зал первой музыкальной школы. Регулярно здесь проходят выступления учеников и преподавателей. А вот и второй – фортепианный корпус музыкальной школы. Дом на улице Салтыкова-Щедрина. Кстати, вскоре в музыкальной школе может появиться и духовое отделение, закрытое несколько десятилетий назад. Ведь интерес к этим инструментам с каждым годом все возрастает. И в завершении программы очередной портрет нашего с вами современника. Он именует себя просто Александром Николаевичем, хотя его настоящее имя, простите, я прочту, Эль-Хаш Абдул-Латиф Камель. Он родился в далеком Триполи и когда-то прибыл в Советский Союз изучать инженерное дело. Да так в Союзе и остался. И с 1992 года преподает в нашем Тверском 10-м лицее. Эль-Хаш Абдул-Латиф Камель родился в городе Триполи, в Ливане. В возрасте 21 года он приехал в столицу Верхневолжья учиться в Калининском политехническом институте. Волею судьбы на одном курсе с ним оказалась и его будущая коллега Светлана Смирнова, ныне заместитель директора 10-го лицея. Поступили в 1981 году на инженерно-строительный факультет по специальности промышленное и гражданское строительство. И вот тогда еще в институте, ведь Александр Николаевич под национальностью нерусский, и очень трудно было осваивать профессию, специальность на иностранном языке. И вот за год обучаясь на подготовительном отделении, он настолько влился в нашу среду. На третьем курсе он встретил свою любовь и женился. В семье родились две дочки. После получения заветного диплома наш герой остался в Твери, чтобы передавать свои знания другим. 20 лет он уже работает преподавателем в 10-м лицее. Мастер сухого строительства Александр Николаевич. Так его называют дети. А вот понимаете, я вот просто у меня в жизни такая крылья, что обучать детей. Отдать свои знания другим. Это сейчас не обходится ни один дом, ни одна квартира без этих работ. Это работа очень нужна, очень, говорю, привлекательна тем, что они дорогие. Это дорогая работа. Мы надеемся, что наши дети даже после окончания лицеи, что они откроют свои фирмы по этим работам, чтобы потом взяли следующих учеников к себе на работу. 18-летний Ваня Щербаков уже точно знает, кем будет работать. Сейчас прикладывает максимум усилий, чтобы выучиться на мастера сухого строительства. Но понимает, чтобы быть по-настоящему ценным кадром, стоит еще и вышку получить. Первокурсник труда не боится. Уверен, это его стезя. Я выбрал профессию мастера сухого строительства. Выбрал ее так, как у меня с детства, как бы, ну, как сказать, ну, предпросположенность, да, была к этому. Мне нравилось, ну, творить что-то, да. Ну, и плюс еще это денежная, это второй плюс этой профессии, это денежная профессия. Потому что сейчас Россия, ну, идет на перестройку, да, и всегда нужны рабочие кадры в этой профессии. Самое главное, говорит Александр Николаевич, что здесь ребята получают сразу несколько профессий. Вот они вот учатся три года. Они на первом курсе обучаются шкатурным работам, на втором курсе облицовочный плиточник, а потом на третьем курсе идет и столярная работа, и облицовка сухим способом. К тому же ребята даже, когда приходят к нам на открытых дверей, даже школьники, да, девятые классники, они заинтересованы, да, мы сюда придем учиться. Уже они знают, что это работа стоящая, это работа хорошая, она нужна. Вот, поэтому где-то они работают с интересом, с удовольствием. Постоянное развитие – вот секрет его профессионализма. Быть может, это одна из причин, почему к нему так тянутся студенты. Александр Николаевич, он был призером конкурса «Лучший мастер года». Постоянно повышает свою квалификацию, проходит обучение на различных курсах. Светлана Смирнова и Эльхаш Абдул-Латиф Камель, которые долгие годы работали в тандеме, гордятся тем, что очень многие из их выпускников пошли по их же стопам, отучились в ВУЗе и стали высококвалифицированными специалистами. На этом все. Завтра мы снова с вами. Если крыша не рухнет, а она не рухнет, я узнавал в правительстве области. Удачи! Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном.